С вашего счета сейчас сняли средства, вам срочно нужно принять меры. Такой звонок получил пенсионер от якобы службы безопасности банка. 24 апреля позвонили с неизвестного номера. Представились, менеджер безопасности службы банка представился. Они оказались самыми натуральными мошенниками. Они сказали, что за Сбербанка сняли все денежные сбережения. Дальше сказали, что я снимал денежные сбережения и перечислял им в целях сохранности. Ну, снимал и ложил. В разных банках? В разных банках, да. Выполняя под диктовку незнакомца ряд действий, пенсионер из-за страха обналичил все свои сбережения и перевел их на указанные ему резервные счета, где деньги должны были якобы остаться в сохранности. Однако мошенник их сразу обнулил. Перевел 4 с лишним миллиона им. И еще кредит взяли. И еще кредит. Вы все по телефону вам объясняли, да? Ну да. Крываем номер счет, положить какую сумму денег, правильно? Да. Суммарно со счетов пенсионера пропали более 5 миллионов 300 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники банка никогда не просят предоставить данные, совершать какие-либо операции с картой или счетом, а также сообщать пин-код или код безопасности. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, предупредите об уловках мошенников своих родных и близких. Любой звонок от незнакомого человека относительно перевода денежных средств должен вызывать подозрение. Не следует поддерживать разговор. По всем вопросам о состоянии счета надо звонить лично по телефону, указанному на банковской карте.